Виктор Фёдорович Крель Ветеран Великой Отечественной принимает поздравления в честь юбилейного дня рождения. С 95-летием Виктора Фёдоровича приехали поздравить представители районного совета ветеранов и Иванского селисполкома. Поэтому сегодня мы приехали поздравить вас с очередным юбилеем 95-летия. Бог даёт очень малому количеству людей прожить такую долгую жизнь. Но она пролетела почти как месяц. И трудности были, и радости были. Всего в жизни было. Всего было. Потому что жизнь не может быть только плохая или только хорошая. Она всегда идёт волной. Где-то лучше, где-то хуже. А в итоге получается, для человека помнится в основном хорошее. Для доброго человека помнится хорошее. Для людей, которые злые, которые завидны, им помнится плохое. А для людей, которые любят народ, любят свою семью, свою деревню, всё любят. Они добрые эти люди. И сегодня в районе таких, которым 95 лет, проживает 14 человек. 14 человек. И вот нам очень приятно, что среди них у нас и участники Великой Отечественной войны. Сегодня вы празднуете свой день рождения. А 20 июля будет Шенкевич Пётр Трофимов в 95-летие своё праздновать. У Латыгалича. Нет. У Латыгалича. У Латыгалича, он директор школы был, будет праздновать. То есть наши ветераны, мы очень рады, что, несмотря на то, что прошли такой трудный путь, молодые годы были очень трудные. Это под оккупацией прожить столько лет. Сегодня люди боятся, что, не дай бог, плохой человек по деревне пройдёт и стукнет в окно. Страшно. А в годы войны люди спать ложились и не знали, встанут они или не встанут. Встанут и дети или нет. А вам пришлось это всё пережить. Поэтому, я думаю, мы, конечно, сегодня, наше общество, жители нашего района знают, что мы сегодня у вас. У нас была сессия в пятницу. И я на сессии объявила, были депутаты районного совета, областного совета депутат наш был. И объявила, что вот в понедельник один из ветеранов в Ивановском сельском совете, Виктор Фёдорович, празднует своё 95-летие. И мы будем все его поздравлять. Поэтому, пожалуйста, мы вас поздравляем от районного совета ветеранов. Примите вот этот скромный подарок. Я хочу сказать, что вот сразу, когда Тамара Фёдоровна действительно выступила со сцены, с трибуны вернее, и сказала, что у вас юбилей, все заинтересовались, в 95 лет. А что, ещё представляете, ветераны, он настоящий, прошёл от начала, говорю, и ещё после войны воевал. Рассказала вкратце, заинтересовала всех. Человек, который прожил такую, говорю, сложную жизнь, говорю, мало что не проблемной, говорю. Я без его, говорю, не представляю, что бы мы делали. Косу побить кому? К Виктору Фёдоровичу, так? Чернки там сделать к лопате, или же к граблям кому? К Виктору Фёдоровичу, так? Топориши сделать, тоже летим сюда, украсницу. Короче, и словом, и делом, говорю, и молодец сам на своих ногах, говорю. Ещё, говорит, надо суметь, значит, сам достойный был, достойную жизнь. Живёт человек, живёт, говорит. Ну и дай ему Бог здоровья. Ну и от нас от честного совета маленький такой подарок ещё с праздником, сёхрождением. Вы знаете, что я вас очень люблю. В этот торжественный день рядом с именинником самые дорогие сердцу люди – жена, дети и внуки. Благодаря мужеству таких людей, как Виктор Фёдорович, в далёкие годы военного лихолетия смогли отстоять свободу страны, подарить детям и внукам возможность жить под мирным небом.